итак друзья всем здорова и настало время сделать для вас сезонный видос как всегда топ кроссовок но на сей раз мы поговорим наконец-таки про осень и те кто из вас смотрит меня давно прекрасно знают мое принципиальное отношение к этому вопросу потому что я считаю что если ты советуешь кому-то какие-либо кроссовки то ты в первую очередь должен ходить в них сам они советуют там какие-то кросса по картинкам естественно это относится тоже ко мне и во всех кроссовках которые вы сегодня увидите в этой подборке я отходил я сделал на них более того полноценный обзор и если вы хотите посмотреть мое более развернутое мнение касательно той или иной пары то можете посмотреть их по ссылкам которые я оставлю описание под этим роликом но перед тем как мы перейдем непосредственно к самому списку я бы хотел вам изложить некие общие принципы касательно осенний кроссовок провести скажем так вам инструктаж в целом касательно осенний кроссовок ну вдруг вам кому-то не понравится те или иные кроссовки и списка которые вам сегодня оглашу или не понравится вообще все и я хочу выделить некоторые основные положения касательно того а что вообще стоит рассматривать на осень во первых что касается материалов я считаю необходимо брать исключительно кроссовки либо из кожи либо на основе ламината либо полностью из замши но замши очень темный тех именно цветов на которых не будут видны какие-нибудь там пятна грязи так далее и тому подобное и если вы будете рассматривать кроссовки в которых присутствует какая-либо сетка то это или репстоп но при этом влагозащищенный репстоп или очень-очень плотная сетка через которую не будут проходить какие-нибудь там капли небольшого дождя вот такую сетку рассматривать вполне себе можно и третье положение касается обуви на гортексе потому что люди считают что гортекс это какая-то панацея вообще осенняя то есть если они там купят кроссовки на гортексе то у них обувь будет и защищена от дождя и при этом ноги у них будут дышать я с этим не согласен я их панацея ни в коем случае не считаю потому что люди наслушаются там всяких других обзорчиков или слишком преувеличат скажем так их слова возьмут кроссовки на гортексе приходят в помещении и у них просто сгорают ноги они потеют охренеть просто как они понимают что и зачем они вообще это купили это обычная мембрана ребят просто она дышит получше всех остальных но тем не менее с любой абсолютно мембраной даже с гортексом ноги у вас будут дышать заметно хуже чем вообще без мембраны в общем я думаю основной брифинг вам касательно осенних кроссовок провел общее положение скажем так донес а теперь расскажу вам о кое-чем важном перед тем как вы броситесь после этого видоса покупать или иные кроссовки я вам расскажу как на всем этом сэкономить а запомнить создание этого ролика хочу огромное спасибо сказать спонсору сегодняшнего выпуска это банку тиньков я уже рассказывал об этом банке некоторое время назад а именно об их новой дебетовой карте некредитная которая называется тиньков киберпанк если смотреть на его внешне то по привычке для карт тиньков все основные данные находятся с обратной стороны то есть какие-либо посторонные лица не смогут узнать ваши данные и каким-либо образом там списать нее ваши деньги но тем не менее у нее есть куча киллер фич и они следующие с этой карты вы получаете до трех с половиной процентов годовых на счет которые приходят каждый месяц один процент кэшбэка с абсолютно любых покупок по карте до 15 процентов кэшбэка на выбранные категории которые можно выбирать каждый месяц например 7 процентов кэшбэка может приходить с покупок супермаркетах 4 процента с покупок в магазинах электроники и так далее вы сами выбираете 3 и 6 предложенных категорий и до 15 процентов кэшбэка вы можете получать при покупке билета в кино на концерты или театры в мобильном приложении тиньков и при этом весь этот кэшбэк вы получаете не каким-то там воображаемые фантиками нет банк дает вам настоящие реальные деньги которые вы вольны потратить вообще на что угодно и при этом можете снимать абсолютно в любых банкоматах по всему миру абсолютно бесплатно при этом деньги с карты на карту можно также переводить абсолютно бесплатно вам для этого понадобится или номер телефона привязанной карте или непосредственно номер самой карты и самая главная киллетрич этой карты заключается в том что если вы оформляете эту карту по ссылке в описании под этим роликом то получаете действительно уникальную штуковину которая будет вам давать 10 процентов кэшбэка на покупки в различных игровых сервисах будь то или steam или от джин или xbox или playstation то есть грубо говоря если вы там месяц потратили 5000 рублей на покупки в этих игровых сервисах то вы получаете 500 рублей кэшбэка с этих покупок это охренительный просто возврат денег так что успеете это сделать потому что количество таких карт ограничено их всего выпущено 2000 штук так что успейте сделать это по ссылке в описании а теперь переходим непосредственно к ролику и первые кроссовки в сегодняшнем списке это рыба где микс трейл шедов это кроссовки которые я в свое время крестил как баленсиага для бедных и я думаю здесь не нужно пояснять в чем сходство с темы самыми баленсиага трек но тем не менее рыбок стоит гораздо гораздо дешевле да и в конце концов рыбок это все-таки компания которая берет свое начало хрен знает с каких годов это чуть ли не пионеры беговой обуви и поэтому про удобства в тех кроссовках тоже можно говорить там просто отличнейшее сочетание и переката и мягкость и со стабилизацией там все тоже очень хорошо за счет крайне широкого протектора но тем не менее рыбок все-таки не смогли их идеально оптимизировать такие громадные кроссовки оптимизировать просто невозможно но тем не менее с учетом их таких громоздких габаритов я думаю даже за такое удобство им стоит сказать спасибо и так что же эти кроссовки делает осенними ну прежде всего это их верх который практически полностью сделан из синтетики это ripstop который еще сверху местами обработан и резиной и спереди них еще находится и сетка и здесь сетка как раз таки нормальная то есть для осенью вполне себе хватит то есть какой-то сильный ливень или снегопад там она конечно же не вывезет но какой-нибудь небольшой такой дождь или капли луж там каких-нибудь это не будет вообще для нее никакой проблемы так что сетка вполне себе на осень годится ну как я сказал кроссовки просто огромные и это не только обозначает их ширину но и высоту то есть благодаря высоте их митсола не стоит бояться каких-нибудь небольших луж да и в целом если попадет какая-нибудь грязюка на пену то очистить ее не составит какого-либо труда да там есть места где вставка идет dmx шип по моему она так называется не помню же честно говоря туда может забиваться грязь но тем не менее даже там в ее практически никаким боком не заметите ну и конечно же ребят кроме всех вот этих охренительных качеств на осень вы еще получаете бомбический просто внешний вид но эти кроссовки к сожалению стоят дорого они стоят очень дорого для рыбака то есть если смотреть цены на новый кросс в россии не стоит где-то 15 тысяч но тем не менее вам не составит какого-либо труда купить их с бугром как это свое время сделал я и вы можете купить их например на каком-нибудь энди за 6 за 7 тысяч рублей и вы подумайте это тоже наверное дорого я с вами соглашусь для рыбак это все еще дорого но тем не менее их ближайшие конкуренты которые на них максимально похоже стоит чуть ли не 8 раз дороже так что если вы хотите себе такие уникальные кросса которые выглядят все еще актуально и при этом имеют полный набор осенних характеристик то dmx trail shadow это охренительный выбор следующие кроссовки это пожалуй самые-самые андердоги от асикс которая называется асикс гель би энди кросса которая к сожалению крайне редко вижу на улице по той причине наверное что наши там самые лидеры мнения о них очень мало распространяются их не проталкивает народ вы о них услышите только на каком-нибудь сраном вонючем канале вроде моего но очень зря потому что кроссы этого охренеть как заслуживают свое время гель бенди я назвал лучшими кожаными дэдшузами среди всех вообще и за такие копейки это пожалуй самый лучший выбор среди подобных кроссовок и мне абсолютно плевать если там гель на самом деле внутри нет его мне по барабану спекуляция это асикс или все так происходит на самом деле потому что даже без него если его там конечно же нету то кроссы все равно ощущается ноге очень и очень удобными основой гель бенди является огромнейший слой пены и если говорить про их удобства то такие просто зайдут любителям какой-нибудь размеренной подушечной мягкости они в этом плане очень и очень преуспели но тем не менее мы еще рассматриваем как кроссовки на 8 и если говорить про осенние характеристики скажем так этого митсола то он очень высокий то есть какие-нибудь мелкие лужи ему не страшны да и он не обладает таким залихватским рисунком и поэтому очистить этот митсол тоже не составит какого-либо труда и да в этом ролике я рассматриваю исключительно их осеннюю версию то есть те гель бенди которые сделаны сто процентов полностью из кожи пусть она там будет и не совсем такая натуральная честно говоря но это вы можете узнать об обзоре и что отличает именно вот эти кроссовки и от монархов и от каких-нибудь страторов это то что помимо остального верха у них тоже кожаный и язычок место в котором я часто попадают тоже разные капли дождя и грязи и язычок в этом случае не засрется будьте уверены вы можете в этих асексах бегать по какой-нибудь грязище под дождем убить их просто в ноль какой-нибудь грязью а потом просто прийти домой и протереть влажной салфеткой они будут практически как новые так что с точки зрения практичности я считаю в этом плане лучше какие-нибудь или резиновые сапоги или галоши короче эти кроссовок еще полным полно плюсом но если вы хотите ознакомиться со всеми ими то можете посмотреть мой полноценный обзор я там полностью все это дело раскидал и за те деньги которые а секс просит за эти кроссовки то есть там начинают 2800 рублей я кстати купил по такому ценнику и за 3000 даже за 4 штуки это охренительный просто выбор и один из самых практичных выборов на эту осень третьими кроссовками в этом списке опять идут асекс но уже на голову повыше которые называются гель венчур 7 vp и именно версия vp и в одном из роликов я их поставил список с лучшими кроссовками в соотношении цена-качество если рассматривать именно вот эти асексы на осень за какие-то копейки там пределах 3000 рублей то чисто объективно а если не смотреть на какой-нибудь дизайн который субъективен то это пожалуй кроссы которые на это время года практически не имеют вообще конкурентов гель венчур 7 это современные беговые кроссовки от асекс они какие-либо винтажные и предназначены они в первую очередь для какого-либо бездорожья но тем не менее они не создавались для установления каких-либо рекордов и это как ни странно на повседнев им только сыграла на руку у них нет каких-то супер современных технологий от асекс которые в повседневе все-таки себя полностью не раскрывают они не ощущаются на ноге излишне агрессивно они нигде не давят и они чувствуются больше как какие-то домашние тапочки и ощущение от их ходьбы я бы сравнил с каким-нибудь домашним ковром настолько они мягкие а когда ты знаешь что вот эти ощущения от домашнего ковра ты можешь испытывать где-то и под дождем или в лужах то ценник им возрастает чуть ли не в два раза то есть я в том году их испытывал осенью я бегал в них и под дождем и в ливне и бродил них там по каким-то лужам окудал их полностью и с ними практически ничего не происходило и при этом асекс говорят что у них нет внутри гортекса да и там этого значка нету там находится фирменная мембрана от асекс но название которое они все-таки не разглашают они еще обработаны дополнительно сверху какой-то пропиткой и самое главное что вам стоит знать после всех вот этих испытаний туда не просочилась вообще ни единой капли то есть результат просто охренительный да и плюс отсутствие гортекса здесь тоже есть потому что как вы знаете ну некоторые из вас могут знать некоторые кроссовки на гортексе они все-таки немного шумят иногда это слышится как какой-то пакет целлофановый как будто у тебя на ноге надет так что эти кроссовки еще и бесшумные и при этом вода в них не попадает а это самое главное ну и в остальном вверх у них сделан полностью и синтетики то есть это кожзам который засрать вообще в принципе невозможно и перед у них сделан тоже из какой-то там непонятной синтетики больше похоже на какой-то нейлон его вымазать тоже достаточно проблематично и в купе вы получаете кроссы которые и охренительно удобные которые просто невозможно никаким образом вымазать тем более если мы говорим про черные но вы можете посмотреть себе различные там цветные версии если вам так необходим дизайн и за 3000 рублей ребят это просто бомбические кроссовки и чисто для работы для съемок там в полях как я это дело называю иногда я скорее всего эти кроссовки себе в этом году тоже возьму и четвертыми кроссовками в нашем списке наконец-таки идут кроссовки на гортексе и я на эту позицию решил взять соломон а именно их модель супер кросс и дело в том что в россии соломон не так уж и популярен у массы людей он ассоциируется с кем-нибудь не знаю торговыми представителями там с гарнитурой в ухе одном или с какими-нибудь профессиональными спортсменами которые там бегают исключительно где-то за городом но тем не менее если смотреть именно на супер кросс то есть их относительно новую модель то это как раз таки тот случай когда соломон действительно в дизайн может как например если говорить еще про другие модели такие как x-t6 или xt quest как я уже сказал в начале эти кроссовки на гортекс то есть какие-либо вопросы касательно их влагозащищенности можно вообще отбросить в сторону потому что кроссовки на гортексе выдерживают практически что угодно даже если вы их окунете в воду то с ними практически ничего не случится но не забывайте о тех нюансах гортекса который он говорил самом начале этого ролика то есть он может немножко дышать но это никак не сравнить с кроссовками где мемрана вообще отсутствует и при этом эти кроссовки дополняются еще и клапаном то есть их язычок и корпус это одно целое поэтому все места влага вообще никаким образом не просочится кроме того сверху эти кроссовки целиком и полностью сделаны из рип стопа и некоторых местах этот рип стоп также прикрыт и резиной так что эти кроссовки будут защищать вас также и от грязи и при этом не стоит забывать что это соломон ребят то есть это компания которая специализируется на беговой обуви и поэтому с ходовыми характеристиками никто же все очень и очень хорошо они конечно же сидят довольно плотно на вашей ноге они не на широкую стопу но тем не менее ощущение от их пены очень классные то есть они в некотором роде напоминают даже гель они очень упругие так что с ходовыми характеристиками никто же все более чем хорошо но тем не менее для многих людей покажется отталкивающим их протектор потому что это конта грипп то есть эта технология которая придумана для бездорожья она для некоторых покажется все-таки агрессивный да и в конце концов она из-за своей агрессивности не так долго вам прослужит как например обычный плоский городской протектор но если отбросить вот этот вот нюанс и если вы готовы отдать за такие кроссы в пределах там 5000 рублей на скидках то именно на гортексе соломон это один из самых лучших выборов и я говорю сейчас не только про вот эту модель но и про соломон в принципе и замыкают сегодняшний список поистине королевские кроссовки которые свое время задали планку по удобству практически для всех кроссовок которые были на моем канале и это уже легендарные new balance 990 в 4 как вы знаете у меня было огромнейшее просто количество обзоров на моем канале но среди вот этой вот орды кроссовок так никто и не смог побить результат по удобству этих 990 в 4 были конечно попытки приблизиться к ним максимально плотно как это было у 992 но тем не менее никто не стал на первое место потому что у 990 в 4 просто идеальное сочетание и мягкости и стабилизации и переката то есть ходовые характеристики у них просто эталон и чего-то лучше я представить пока в этом мире не могу но тем не менее некоторых версий также отлично годятся и на осень и да это первые и единственные кроссовки сегодняшнем топе которые целиком и полностью сделаны из замши и повторюсь если вы все-таки планируете брать такие кроссовки на осень то я вам настоятельно советую брать максимально темной их версии то есть если вы там посадите какие-либо пятна то они будут там практически никаким боком незаметно да и ухаживать все-таки за такой замши не составит какого-либо труда вам для этого понадобится всего лишь какая-нибудь щетка или пена если вы хотите их обрабатывать еще от воды то какой-нибудь спрей от тарага ну и при этом такие материалы вполне себе неплохо справляются с какой-нибудь влагой то есть даже если вы попадете в этих кроссах под какой-нибудь небольшой точь что это влага туда просочиться не моментально да и если говорить про подошву которая у них многосоставная то не переживайте у них не будет таких ситуаций как свое время было с 993 меню балансами куда попадала какая-нибудь вода они начинали там гнить вонять происходили непонятные странные и грустные к сожалению вещи но с 990 в 4 такого не будет я о таких случаях вообще ни от кого никогда не слышал ну и да ребят это new балансы это made in usa new балансы чтобы понимали это очень дорогие кроссовки то есть в россии даже на цены смотреть лучше не стоит чтобы вас там нервный приступ не случился но все-таки их можно найти на скидках даже сегодня то есть их можно найти на скидона где-то в районе от 6 до 8 тысяч рублей да это дорого но тем не менее за эти деньги вы получаете фантастически удобные кроссовки которые и выглядят круто но опять же это чисто субъективно сейчас пошла так что да эти деньги я бы за них отдал и вот как раз таки на вот эту вот осень я бы для себя взял гель венчур седьмые vp чтобы их таскать там в поля в них снимать а вот эти вот new балансы я бы взял для себя исключительно для каких-нибудь выходных случаев или просто если бы хотел где-нибудь погулять на улице то на осень это кроссы просто идеальная и у меня на этом для вас ребят все как сюда если вам понравился этот ролик и стал для вас полезен то обязательно ставьте пальцы вверх комментируйте как вам еще этот топ потому что я все-таки не пытался его набить какой-нибудь попсой там 5 10 год подряд пихать для вас какие-нибудь там force и т.д. и т.п. все-таки решил подобрать для вас какие-нибудь уникальные модели так что если вам такой перечень понравился то пишите об этом комментах ждите в будущем еще больше видосов следующим будет обзор на 530 new balance и да я тот самый человек который делает у них обзор в конце лета когда они нахер вообще никому не нужны ну и добавить у меня для вас ребят больше нечего следующим сезонным роликом будет видос про зимние кроссовки а может быть не про кроссовки скорее всего я там сделаю подборку обуви в целом то есть там будут и ботинки и вот это вот все ну а теперь у меня для вас ребят точно все и всем счастливо